привет тебе художник психолог бывший пограничник и самое главное мой сын как там шейла скажи или надо тоже послать приглашение мы с тобой на этом вебинаре в четверг 20 часов выступим а ее давай пригласим на следующий вебинар если у нее время и настроение будет чтобы она тоже показала свое у него там суперская вещь я до этого не додумался она молодец конечно так и ты тоже молодец у нас в нашей семье династия мы вот все вокруг ключа с детства этим занимаетесь но у каждого свой стиль и об этом я всем говорю когда меня спрашивают а как ваши дети работают я говорю о каждой своем стиле потому что это же очень важно в каком характере кто работает да вот некоторые меня не очень воспринимают говорят там не пишет какой ваш сын такой как он интересно ну наверное потому что ты им говоришь улыбнитесь наверное вот так говоришь да иди улыбнитесь и подпишитесь потому что у меня молодой новый видеоканал на ютубе а ну правильно правильно надо набрать тебе пригласить туда подписчиков побольше чтобы они не пропустили сейчас важнейшие материалы которые мы с тобой будем давать надо чтобы они подписывались и прямо сейчас тоже скажи как подписываться чтобы ну новенькие же заходят к нам смотрят чтобы не знали а я вас попрошу в конце этого видео вкладку моего поставить где написано такого еще не было и человек нажал и ко мне попал и подписался и все а ему коротко и ясно практически и теоретически стресс снимаем за пять минут и все дела и снова улыбаемся и радуемся жизни это все правильно просто не все поверят тебя что ты со всеми так быстро работаешь это знаешь что ты так может сделать ну конечно не все поверят надо же тогда ему обратиться тогда они уже и поверят о тебе ханчена чем говорю вот это сложный вопрос потому что даже йога который тысячи лет эту не стал элементом общей культуры далее от ац hours тысячи лет а это не стало элементом уж technological но вата Слава Богу, у нас теперь физкультура для 10-11 классов, синхрогимнастика там наша, учебники профессора Матвеева, да, и вот теперь как раз-таки, поскольку это учебники, поскольку этим будут уже и дети, и педагоги, и их родители заниматься, я так надеюсь, что в скором времени наш метод-ключ станет элементом общей культуры для людей и позволит им использовать энергию вот этого стресса в собственных интересах. Видишь, у меня краски? Краски видишь? Я тебе хочу прислать несколько красок акрила, суперские. Видишь, я этими красками какую нарисовал? Да, волшебные у вас краски вижу, да. Нет, я тебе хочу сказать, вот эта картина, она волшебная, потому что здесь как раз-таки тема нашего разговора, мы долго говорить не будем, но здесь тема нашего разговора о том, почему методы, аутотренинг, метод Сильва, метод диспенза, метод Кихо, метод, ну, очень многих метод, они не стали общеиспользуемыми, потому что там нету вот этой пристроечной части. Человек находится в каком-то своем состоянии, ему предлагается делать какие-то упражнения, какие-то приемы, а он не синхронизирован с ними. Это синхронизация, соответственно, текущему его состоянию, есть только у нас. Но у нас-то больше, у нас не только синхронизация, чтобы повышать эффективность йоговских упражнений. Вообще ты, когда рисуешь, ты делаешь перед этим хлёст? Я делаю перед этим хлёст. А я вообще не делаю, потому что я уже это в уме делаю. Ну, ты же у нас академик дважды, ничего себе. А вот по поводу, как раз-таки очень быстро, почему получается, потому что одно из, что у нас есть, это пристройка, подстройка в начале, да, то есть снятие нервномышечных зажимов перед тем, как уже погружаться глубже в состояние, переход от минуса к плюсу посередине ноль. А кстати, извиняюсь, а кстати, йога поэтому и не стала элементом культуры в России, потому что она долгая, годами жизнь надо посвящать, и она родилась в Индии. А ключ у нас родился, поэтому он даст Бог и будет элементом общей культуры для нас, для всех. Все будут одарённее и здоровее, вот так вот. Правильно. Йога ещё почему не стала элементом общей культуры? Не только потому, что там долго, и не только потому, что это в Индии, а главное, потому что там нужен хороший гуру, хороший мастер, который учит человека. Не, у нас тоже нужен хороший мастер, если бы не вы и не я, и не Шейла Хасаевна, конечно бы это самое, ничего себе, но у нас мастер нужен на какой-то момент, а там на всю жизнь. Кстати, про элементы культуры вы показали для школ в 10-11 классах, а вот для начальной школы, опять же и для средней школы, и для 10-11 классов. Как мы же делали по ключу, в стиле игры тренировки, помните, я управляю собой. Нет, ну это... Входит, входит ключ в систему. Да, игру-тренировку мы будем делать на вебинаре. Чтобы каждый человек вспомнил с помощью специального алгоритма, которого тоже раньше в мире никогда не было. Человек может легко вспомнить, в какие игры он играл в детстве, и будет с помощью алгоритма моделировать эти игры. Например, он любил в детстве играть в волейбол, а здесь у себя в комнате 5 минут в день, не выходя из комнаты, без всякой волейбольной площадки, он будет моделировать без мяча, без команды. Ну, это же потрясающая вещь, но это надо там показать. Да, так вот, люди некоторые думают, да что за ерунда, там я буду играть, вдруг у меня что-то включится, у меня проблемы такие. Вот это же на практике все. Но как только он начинает это пробовать, так он вдруг переключается и становится молодым и свободным и вообще. Да, волшебные дела такие. Просто нужно начать эти 5-10 минут посвятить этому, этим ключевым действиям. Один парень написал, я для того, чтобы воспитать у себя психологическую устойчивость, парашютным спортом занимался. Я, говорит, там 200 прыжков сделал за свою жизнь. Я говорю, и что ты научился чему? Говорит, навык стрессоустойчивости выработал. Я говорю, ты когда дома поругаешься с женой или там с соседями, стрессоустойчивый, или ты только к парашюту стрессоустойчивый? А у нас-то универсальная психологическая устойчивость вырабатывается не только к определенной деятельности. Конечно, он там привык прыгать, и поэтому, когда он прыгает, он хорошо прыгает. А в жизни-то эти прыжки, что он может с ними сделать? А я горжусь, что у нас методика позволяет. Во-первых, я ему сказал, знаешь, Гриша, его Гриша зовут. Знаешь, Гриша, ты бы мог 200 прыжков не делать, а сделал бы всего 15, и тому же научился. Если бы перед каждым прыжком ты делал раскрепощение, то есть снимал ненамышные зажимы, эту скованность, прыгал, а потом еще раз это делал 2-3 минуты, чтобы навыки эти сформулировать для себя яснее, чтобы ты осознен в следующий раз это делал, чтобы эти были уже навыки, работали уже на автомате. Ну, он говорит, у вас такая теория, лучше прыгать буду. А сейчас прыгать-то не может. Я говорю, сейчас ты прыгаешь, он говорит, да нет, я сейчас давно, говорит, но он инвалидничает, как и я. Я-то счастливый человек, я говорю, я тебя тоже сделаю счастливым. А как ты меня сделаешь? Я говорю, я тебе подскажу, как снимать напряжение лишнее и управлять своим состоянием, чтобы ты каждый раз, испытывая дискомфорт, мог получать автоматические ощущения удовольствия. Когда от боли, получаешь удовольствие, ну, условно говоря, как мазохист, только не мазохист. Просто умеешь использовать энергию напряжения. Ну, они верят мне, но вот я его пригласил на вебинар, мы вместе поработаем, и пусть вся наша аудитория на Гришу посмотрит и задаст Грише вопросы. И пусть он расскажет, как он прыгал с парашютом, и пусть он расскажет, как теперь. После наших нескольких приемов, что он там будет чувствовать. Ален, а это что-то картина рядом с левой руки у тебя. А вот хотел вам показать, кстати, она у меня в процессе. Но тут, видимо, пока я так думаю, будет вот из этих цветочков зонтик. А здесь все-таки будет, наверное, красавица. Ну, видно будет, но пока это как бы задний фон такой. Как красавица там будет? Как она там поместится? Так она вся в цветах же будет. А еще цветастый будет зонтик. Я же вам об этом. Про зонтик я уже так думаю, что будет. Здесь будет ее лицо, воротник. Здесь там типа туда-сюда. Ну, посмотрим, пошли. А насчет того, что вот я там читал, в комментах у вас пишут. Как же мы, что, мазохисты, от боли радость чувствовать? Не от боли, я хотел уточнить, а от этой энергии, при которой есть боль, как ее переключить, наоборот, на не боль, а на полезность. Об этом речь. Об этом трансформации, конечно, конечно. Да. Конечно. Айкидо. 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 Переключить энергия. На полезное, на лучшее, на хорошее. Я хочу сказать, Алин, я слышал когда-то, что когда человек добивается своего, как-то он расслабляется, и как бы Бог его отпускает, ну, условно говоря. Но никогда не знаешь, отпустил тебя Бог или нет. Вот у меня уже новые идеи появляются. Мы уже с Виссарионом там работаем, обсуждаем вопросы, как обучать теперь в нашей райской группе. Почти она уже готова, и скоро я всех туда буду, желающих, запускать. После экзамена, условно говоря, после короткого разговора, я буду смотреть достойный, недостойный, человек готов, не готов, и буду туда включать. И там мы будем обучать изобретательскому мышлению и кое-чему еще. Так вот, я хочу тебе сказать, вроде бы я все сделал. Дети у меня выросли, внуки есть и правнуки, внуки у меня психологи, мощнейшие. Ну, правнуки у меня маленькие. Я вот после нашего видео скину вашего правнука, Манникова Хасайчика, которому годик, который гуляет с ребятами на улице. Вот сегодня я вам скину. Да, посмотрите. Ну, хорошо. И он ходит, на них так внимательно смотрит, вот так он смотрит. Все говорят, он, наверное, психолог. Ему же годик. Ну, конечно. Я просто говорю, когда у меня родился внук, первый внук родился, то бишь Шамилька, и у меня появилось ощущение, что я тебе живу вечно. Видимо, это есть дед, внук, какая-то такая ипостась, видимо, есть в кинетических законах природы. Да, продолжение рода. Так вот, я так рад, что я все-таки, несмотря на то, что вы не всегда хотели заниматься психологией, я все-таки каким-то образом увлекал, 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 и в конечном счете так и получилось, что и Шейла, и ты. Углёк. Да, да. Ну, теперь от вас учатся, от вас учатся, теперь люди от вас учатся. Давай свой канал. Давай наберем туда людей, покажи им интересные вещи. Мне нравится, как ты там ведешь. Вот это мне нравится, как ты говоришь. Улыбнитесь, опустите плечи. И расслабьте плечи. И расслабьте плечи, да. А теперь улыбнитесь и подпишитесь, и расслабьте плечи. Ну, молодец, да. Слушай, ну, хорошо, не будем отвлекать людей, все занято своими делами, но пусть, пожалуйста, не забывают, что в четверг у нас 20 часов будет вебинар, чтобы мне не приходилось постоянно об этом напоминать. Ну, да, и там будет наша подстройка, наша фирменная ключевая подстройка, которую я проведу с вашего позволения, которая позволит быстрейшим образом погрузиться в состояние повышенной обучаемости, внимания, а потом за счет этого и эффективности ключевой. А это помнишь, что это 87-й год, когда метод... Ну, да, Мездрав, да. Мездрав в СССР, СССР. Да. Ну, очень хорошо. Я покажу уникальные приемы против стресса. И тут вот есть слова, которые мы будем на игре тренировки. Здесь написано «игра-тренировка». А это в Канаде вы, по-моему, с тренером по гольфу, да? Да, это Терри Мискорзи, гольф-тренер в Канаде на радио Тентель. Вот они, вот они, красавцы. Я с ключом, а он с гольф-клюшкой. Ну, ладно, боксим. Слушай, самое важное, я сейчас, как говорят, вишенка на торте. Я хочу сказать, что мы не зря показываем и живопись, и книжки, и много чего, потому что мы мульти-мульти-мульти-дисциплинарники. То есть мы разными направлениями занимаемся. И это я говорю как пример, как надо, чтобы было. Потому что стресс во всех направлениях существует, и поэтому мы работаем с любыми людьми, с любыми. И со спортсменами, и со спецназами, и с художниками, и с писателями, и так далее. И на стыке этих разных дисциплин рождаются изобретения. О чем мы будем говорить еще с нашим мастером, с Тетрис, в следующий раз с Виссарионом Серебряковым. Таким образом, соединяемся все вместе, могучая кучка. И я за эти полмесяца, мы должны сделать интеллектуальный взрыв, чтобы миллионы людей начали осваивать раскрепощающие приемы, чтобы голова лучше работала, меньше болели, меньше было потребностей в лекарствах, лучше было настроение, и больше было энергии и оптимизма. И все стали бы добрее. Мы это сделаем, Олег. А я хотел добавить, что мы же еще и призываем наших друзей и слушателей тоже быть творческими с помощью ключа, потому что это расширяет сознание и делает устойчивее в жизни. Правильно? Да, об этом же и речь. Об этом же и речь. Ну, надо было этому все-таки сказать. Для полного понимания. Ну, ты понял, о чем я хотел сказать? Ну, конечно, я понял. Надеюсь, теперь все поняли. Вот я смотрю, и все время вот это меня уже раздражает. Ну, а что, это у вас вот специальная кофточка художника. Художника, да, да. Да, как у художника. Как говорится, ему печать негде ставить. Он уже весь с печатями. Давай, я тебя обнимаю, дома приветы. Малышам приветы. И скажи, пожалуйста, напоследок. Одну только фразу, любую, которая меня вдохновляет и которая мне даст сегодня хорошее настроение. Я буду спать и думать, какую грандиозную вещь мы для людей, наша семья сделала. И еще сделается. Говорю. Касай Магомедович, улыбнитесь. Дела у нас будут лучше и лучше. У нас и у наших друзей. Правильно. Поэтому, как ты говоришь, подписывайтесь на канал, да? Улыбнитесь, подпишитесь, расслабьте плечи. Во. Чао, какао, бомбино. Давай. Это видишь, как я по-итальянски разговариваю? Ну, конечно. Вы же в курсе дела, да. Я шучу, да, давай. Давай. Все-таки у меня картина великолепная. А у тебя, Ромашки, мне очень нравится. Ну, посмотрим, что там будет на твоей другой картине. Зонтик и красавица. И вокруг черты. Посмотрим. Давай. Целую.